Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Светитель, очи наш, Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! 3 декабря. Представление преподобного Саввы Старожевского. Преподобный отец наш Савва с самых юных лет возлюбил Христа и возненавидел мир. Он пришел к преподобному Сергии Радонежскому и принял от него пострижение. В инофиском образе он, стремясь к небесным благам, уготованным от Господа угодившим его, с особенной ревностью боролся со страстями и упражнялся в добродетелях. Многое испытал он от бесов, искушений и соблазнов, но к помощи Божией все их победил, непрестанно пребывая в посте, бдении, молитве и других подвигах духовных. Утвердившись в добродетелях, преподобный Савва стяжал в себе добрую славу и уважение князей. Христолюбивый князь Георгий Дмитриевич пришел в обитель преподобного к блаженному Саввию, и упросил его создать в его отчине на удобном месте обитель. Когда Савва оставил обитель преподобного Сергия, поселился в пустынном месте на горе, называемой Саражи, в верховьях Москвы-реки, близ Звенигорода, в верстах в пяти отцарствующего града Москвы. Это место он и избрал для будущей обители. Здесь святой Савва жил в совершенном безмолвии и уединении, терпя холод и зной. Недолго, однако, преподобному пришлось жить одному. Молва об его подвигах и святой жизни начала быстро распространяться, и к святому Савве стали приходить отовсюду иноки и миряне с просьбами руководить ими в духовной жизни. Всех приходивших к нему преподобный принимал с любовью, подавая им пример в смирении и иноческих трудах. Сам черпал в реке воду, носил ее на своих плечах на высокую гору, и исполнял другие необходимые работы. Этим он желал приучить братьев к труду, чтобы они не губили своих дней в праздности, которая есть мать всех пороков. После этого христолюбивый князь Георгий Дмитриевич дал преподобному необходимое средство для сооружения храма, и Савва возник храм в честь чеснага и славного Рождества при чистой Богоматери, и устроил обитель чудную и великую для душеспасительного пребывания в ней иноков. Преподобный был добрым пастырем, собранного в этой обители стада Христова, и, возведя его на духовную пажечь, утвердил его во многих добродетелях. Достигнув преклонных лет, святой Савва впал в болезнь, и, созвав братья, довольно научил их в божественных писаниях, убеждая их хранить телесную чистоту, жить в любви между собой, украшать со смирением, и непрестанно пребывать в посте и молитвах. После этого преподобный, поставив над ними игуменом одного из своих учеников, заповедовал всем братьям, пребывать у игуменов послушание и повиновение. Преподав всем мир и последнее целование, святой Исавва в добром исповедании придал душу свою в руки Божией в третий день декабря месяца, в 1407 году. Весть о представлении святого угодника быстро разнеслась по окрестностям, и все христолюбивые граждане из Вениграда, как знатный, так и простой народ, с великой любовью собрались на погребение почившего святого, неся с собой недужных и больных, совершив надпосившим надгробное пение, сесть и похоронили его в созданной им церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Честные мощи преподобного Савва и до ныне источают многие и различные исцеления всем с верой к ним притекающим, во славу Христа Бога нашего, творящего через своих угодников и по представлению их преславные чудеса. Господу нашему слава ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Сказание о чудесах преподобного Саввы. Спустя много лет по кончине святого Савва на его обители Дионисий, однажды ночью, совершив обычное правило, лег уснуть. И вот ему явился честный инок, благообразный и украшенный сединами, и сказал ему, «Дионисий, встань скорее и напиши мой образ». Дионисий спросил старца, «Кто ты, отец, и как твое имя?» Благолепный старец отвечал, «Я Савва, начальник места сего». Пробудившись от Снади, Дионисий немедленно позвал некого старца по имени Аввакума, который был один из учеников преподобного Савва, и спросил, «Каков был собой блаженный Савва?» Аввакум повелил Игумену, каков был собой его Авва и учитель, и в каком возрасте он скончался. Игумен сказал ему, «Именно таковым явился мне преподобный Савва всю ночь» и повелел изобразить себя на иконе. Так как Дионисий был сам иконописец, то он поспешил написать икону преподобного Саввы. В обитель преподобного Саввы был приведен бесноватый по имени Иуда. Во время совершения молебна святой ему Савве обесноватый закричал, «Тяж ко мне, я сгораю!» И тот час же сделался здоров. Когда его спросили, почему он так сильно закричал, он сказал, «Я видел благолепного старца, он стоял на гробе преподобного Саввы, держал крест и осенил им меня. От этого креста явилось великое пламя и опалило меня всего. Вот от чего я закричал, и этим пламенем отогнан был от меня несистый дух». Однажды иноки обители святого Саввы возраптали на своего игумена Дионисия. Они составили на него ложный донос великому князю Иоанну. Князь поверил из клевете и велел игумену немедленно явиться к себе. Узнав об этом, игумен был в великой скорби. И вот ночью во сне ему явился блаженный Савва и сказал, «Что скорбишь, братья? Иди к великому князю и смело говори ему, не предавайся сомнению. Ибо Господь Бог будет с тобой и пошлет тебе помощь». Угодник Божий явился также и некоторым из роптавших на игумена и сказал им, «Для того ли вы удалились от мира, чтобы в роптании совершать свой подвиг? Вы, ропщики, а игумен молится за вас со слезами. Что одолеет? Ваши ли клеветы или молитва отца вашего?» Когда игумены братья явились перед князем и объяснились на суде, то клеветники были посрамлены, а игумен счастью возвратился в монастырь. Один из иноков обители преподобного Савы долго и тяжко страдал болезнью глаз и совершенно не мог глядеть на свет. Он пришел ко гробу святого Савы, пал перед ним на колено и со слезами просил исцеления. Свои же больные глаза стал он отирать по кровам, лежавшим на гробе святого угодника. Увидев это, другой инок, стоявший тут, начал поносить его, говоря, «Не получишь ты исцеления, а только засоришь свои глаза еще больше пылью». Инок, припавший с верой ко гробу святого Савы, получил исцеление, а, насмехавшийся над ним брат, внезапно поражен был слепотою и услышал голос, говоривший ему, «Ты получил, чего добивался, чтобы через тебя и другие были научены не смеяться и не хулить чудес, проистекающих от угодника Божия». Тогда ослепленный, с великим страхом и рыданием, пал перед гробом преподобного Савы и просил прощения, которое и получил, но не та часа после многих молитв, слез и покаяния. Однажды ночью пришли в монастырь воры, намереваясь обокрасть церковь при чистой Богородице, но когда они подошли к окну над гробом преподобного, вдруг перед ними явилась огромная гора, на которую зайти было совершенно невозможно. Тотчас напал на них страх и трепет, и они ушли с пустыми руками. Все это впоследствии рассказали сами воры, придя в обитель с раскаянием, и остальное время своей жизни провели в покаянии. После того в обитель пришел некий боярин Иван Артищев, неся на одре больного сына своего Георгия, который от великой слабости не мог уже говорить. Совершив о здравии Георгия молебное пение, иноки влили больному в устам монастырского кваса. Больной тотчас заговорил, вкусил хлеба от трапезы иноков и стал здоров. Сильно обрадованный исцелением сына, родитель его принес великое благодарение Богу и его угоднику, святому Савве, и сказал преподобному, как бы живому, преподобный отче, «У меня в доме много рабов и рабынь, которые страдают различными недугами. Веру, если ты захочешь, то и тех ты можешь исцелить». Опросив у игумена кваса, боярин возвратился вместе с исцелённым сыном. Когда он прибыл в дом свой, то приказал привезти к себе одну из своих рабынь по имени Ирину, страдавшую глухотой и слепотой, влил ей в уши монастырского кваса и помазал им её слепые очи. Тотчас Ирина стала видеть и слышать. Все в ужасе делились величию Божьей. Также призвал одного из своих рабов, Артемия, который семь лет страдал глухотой. Боярин влил ему в уши того же кваса, и раб получил исцеление. После всего он привёл слепую девизу именем Кикилию, и она получила исцеление, как только её очи были помазаны квасом. Но все таковые чудеса совершились не от кваса, а по молитвам преподобного Саввы и по великой вере боярина Ивана. Спустя несколько времени заболел и сам боярин, употребив то же лекарство, и он получил исцеление. Игумен обители преподобного Саввы Старожевского Месаил тяжко заболел, и, потеряв всякую надежду на выздоровление, находился при смерти. Однажды по наморе обители Гурий шёл звонить к утренне. Когда он проходил мимо дверей в церковь, его встретил благолепный старец и стал его спрашивать, «Как здоровье вашего Игумена?» Гурий рассказал ему о болезни Игумена. Тогда благолепный старец сказал, «Иди и скажи Игумену, чтобы он обратился с мольбою о помощи к Пресвятой Богородице и начальнику места сего, старцу Савве. Тогда он выздоровеет. Ты же, брат, отвори мне двери, и я войду в церковь». Гурий усомнился и не хотел отворить двери раньше сгона, но и не осмелился спросить старца, кто он и откуда. Явившийся старец, не говоря более ни слова, пошёл к церковным дверям. Двери тотчас сами отворились, и старец вошёл ими в церковь. Гурий в страхе возвратился в теле и стал упрекать своего помощника, «Почему ты вечером не запер дверей церковных? Сейчас я видел, как неизвестный муж вошёл в церковь через открытые двери». Но помощник Гурия склятывал и утверждал, что он с вечера крепко запер двери в церкви. Тогда они зажгли свечи, поспешили в церкви и нашли, что двери хорошо заперты, так как помощник Гурия действительно с вечера затворил двери и тщательно их запер. По окончании утренней Гурия поведал братьям всё, что он видел и слышал. Все единогласно решили, что явившийся старец был сам святой Савва. Иегумен Мисаил, услышав о всем, приказал нести себя ко гробу преподобного, где усердно просил исцеления и по молитвам Пресвятой Богородицы и преподобного Саввы, стал совершенно здоровым. Много и других чудес исцеления совершилось от гроба угодника Божия, и ныне они подаются притекающим с верою благодатью Божией и по молитвам Пресвятой Богородицы и преподобного Саввы, коему будем молиться и мы, чтобы он уврачевал наши болезни душевные и телесные своим тёплым предстательством ко Христу Господу Богу нашему. Ему же слава вовеки! Аминь! Слава вовеки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Играет музыка Играет музыка Играет музыка